МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ДТП в центре Сыргута пострадали дети. Из-за пожара в многоэтажке города госпитализированы мужчины. В одном из бутиков следили за клиентами в примерочной. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут. О самых заметных ЧП в Сыргуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Авария на Тюменском тракте в Сыргуте пострадали два человека. 10 октября около половины девятого вечера на участке магистрали, ведущей из города легковушка Ниссан, влетела в Трал. Все обстоятельства ДТП пока не установлены. По одной из версий, большегруз МАН при перестроении зацепил иномарку, отчего та улетела в Кювет. По другой, водитель Ниссана, выезжая с обочины, врезался в фуру. В результате аварии травмы получили пассажиры иномарки. 23-летняя девушка и 20-летний молодой человек ведется следствие. Я по своей полосе ехал. По крайней правой, да? Да. Вы, ну как, а машину вообще заметили, что она... Вот видите следы, он только с обочины выехал. Не было машины. Не было, да? Не было, ни денег не было. И все похерели, все пьяные. Водитель тоже? Водитель отказывался, что он водитель. Потом признался, что он водитель. Говорили, что каечников не вызывали. Каечников вызывали, а мы приехали. Они хотели убежать. В ДТП на Лермонтово пострадали два человека. По информации ГИБДД, в субботу днем не имеющий прав водитель Лексуса при выезде из жилой зоны не уступил дорогу Шкоде. Произошло столкновение. Машины получили серьезные механические повреждения. По первоначальным данным, участники инцидента сначала отказались от медицинской помощи. Однако затем оба водителя почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Ведется следствие. В ДТП на бульваре Свободы пострадали двое детей. Авария произошла в понедельник днем. Столкнулись ВАЗ-2112 и Лексус. Предварительно установлено, что один из водителей не предоставил преимущества в движении другому. Травмы получили три пассажира отечественной легковушки. Маму с двумя детьми госпитализировали. Следователи изучают, использовались ли специальные удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних. По факту аварии проводится проверка. Разборка с канцелярским ножом. В полицию Сургута поступило сообщение о драке с применением холодного оружия. ЧП произошло в ночь на пятницу 11 октября в доме на Декабристов 7-2. На место выехал ближайший наряд ДПС, а также бригада реанимации. По предварительной информации, в трехкомнатной квартире, каждое из помещений, которое сдается в наем между соседями, мужчинами из двух семей, вспыхнул конфликт. Кто-то из них пустил в ход канцелярский нож. В итоге ранения получили оба участника инцидента. Скорая помощь доставила их в больницу. В полиции по факту драки с применением холодного оружия пока проводят проверку. Квартира сдается, там уже где-то три семьи живут. Средних лет. Где-то под 40, наверное. Семейные, короче, они семейные. А этот парень один. Обои они пострадали. И вон две скорые вызвали. У одного, короче, нога, у другого, что-то рука, я слышал. Один человек пострадал в пожаре в Сургуте. ЧП произошло 11 октября вечером. На четвертом этаже многоэтажки на Пролетарском проспекте 35. На тушение выезжали 4 единицы техники и 14 человек личного состава МЧС. Сложности у спасателей возникли при въезде во двор. Он был плотно заставлен машинами. В итоге с пожаром мы его последствиями справились через полчаса после звонка в дежурную часть. И сгоревшие квартиры спасли одного человека. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Ведется следствие. А как же персональные данные? В соцсетях Сургута появились записи с камер наблюдения. Кадры якобы были сделаны в примерочной одного из бутиков ТРЦ «Аура». Разместила их сотрудница магазина, сопроводив видеоизвительными комментариями. Пользователи интернета рекомендовали мужчине, попавшему в объектив, обратиться в суд. Московский офис компании принес официальные извинения за инцидент и сообщил, что виновный сотрудник уже уволен. Кричала о помощи и пыталась выпрыгнуть из окна. Видео с плачущей девочкой разошлось по социальным сетям Сургута. Автор ролика «Отец ребенка». По его словам, супруга подала на развод и по решению суда трое детей должны остаться с матерью. 9 октября мужчина не смог найти их дома, когда хотел увидеться. Одно позже узнал, что они находятся в здании Сургутского комплексного центра социального обслуживания. Как рассказал отец детей, его бывшая жена ранее обращалась в полицию с заявлением о похищении и насильном удержании несовершеннолетних. Однако, по словам мужчины, эта информация не подтвердилась. Мы направили официальный запрос в соцучреждение. Подъезжаю на машине, а тут у меня дочка в окно кричит «Помогите, спасите! Я хочу домой!» А моя супруга, получается, у нас еще бракоразводный процесс слился. Судебное решение на Восерканского районского суда вынесли нас грубыми нарушениями. 11-летнюю девочку не опросили, хотя с 10 лет она имеет право голову. И не сделали экспертизу детей, к кому дети больше привязаны. В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей. ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Две девочки, которые учатся во второй гимназии в столице Самотлора, вышли на прогулку. На спортивной площадке учебного заведения к ним подбежало животное, которое гуляло без хозяина. Не было на собаке и на мордника. Дети пытались убежать от бультерьера, но безуспешно. Одну из девочек собака укусила за лодыжку, ребенок упал, пес вцепился в капюшон и начал таскать школьницу по земле. Спасла ученицу от животного учителя, она выбежала на улицу, сняла сапог и начала бить им бультерьера. Девочек доставили в окружную больницу Нижневартовска, там им оказали первую помощь. Назначили уколы от укусов и отпустили домой. Собаку с территории учебного заведения выгнала охрана. Кому принадлежит бультерьер и кто выпустил бойцовское животное гулять на улицу без присмотра? Читайте подробности на нашем сайте indifisnews.ru. Тем временем Следственное управление Следственного комитета России по Югре начало процессуальную проверку. В ходе процессуальной проверки будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьниц. И будет дана правовая оценка действием либо бездействию хозяйки собаки, которая ранее была установлена и опрошена сотрудниками полиции. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова